всем доброго времени суток сегодня я вам покажу вот сам процесс изготовления шариков таких шариков вот это шарики из крупных фантиков самые большие здесь шарики поменьше и вот здесь самые маленькие шарики здесь идут расфасованные фантики здесь немного заготовочек такие восьмиконечные искали в интернете увидели увидела бабушка шарики ей показали такие один шарик увидела и решила делать но как не знаем поискали в интернете нигде не нашли не видео не мастер-классов ну вот можно сказать что сама научилась сама стала делать теперь переходим в мастер-класс я впервые конечно вот таким занимаясь дочь меня попросила я делаю все свое свободное время вот посвящая сейчас фантикам потому что собирая их разглаживаю фасую по цветам по размерам и потом по утрам когда не спится или ночью долго сидим сажусь делаю обычно вот такие заготовки сначала я делаю заготовки вот делается фантик слаживается в начале таким образом остерегается вот эта часть тем хорошо что ему сурмала получился квадратик да потом его еще раз перегибаю плотненько руками пальчиками еще раз когда вот третий раз согнула я вот так вот разрезаю не доходя где-то пол сантиметра 0 7 сантиметра до этого ребрышка на коне потом растерегая здесь и тоже на таком же расстоянии останавливаюсь и здесь каждую эту ребрышка тоже растерегаю вот так все и получается вот такой вот такая заготовка я могу вначале на заготовки вот такие наделать вот их они у меня бывает что вот так сделано вот я их ложу в определенные потом вот так вот я беру можно на том чем и вот этой палочкой которую точно не знаю как называется но говорят их суши едят или роллы но я ее вот значит приспособила нашла что вначале я вообще веретеном пользовалась веретено взяла вот так вот раз веретено брала и на кончике заостряла его и раздела раздваивала вот все все на кончике так чтобы вот между этими кончиками вот так вот фантик проходил чтобы я могла его закрутить вот и вот так на уголочек делаю и пошла на конус вот так вот закручиваю это фантик такой слабенький мягкий поэтому я люблю больше когда фантик идет как бы сказать двойной вот вот это так вот я делаю можно показать вот на этом фантике он более удобно вот беру я вот что сделай вот сюда вот так вот вот видите он проходит с этой стороны с этой стороны получается вот так вот значит здесь уголочек я начинаю закручивать и потом перехожу на конус вот так вот раз чем острее вот этот кончик тем красивее потом получится шарик вот этот вот остается уголочек я его туда прячу вот раз и туда его и прижала вот так вот пальчиками и она получается вот такой конус и пошла дальше раз уголочек вот таких немножко помогаю чтобы они у меня вот так вот как можно плотнее делать уже потом приспосабливаешься в начале конечно не получается из рук вываливаются эти раскручиваются вот эти вот а потом уже вот они видите какие остренькие получаются это сколько видите он остренький должен быть вот этот кончик вот вот этот уголочек прячем туда как можно плотнее прижимая что он потом не выскользну захватываем который побольше хвостик уголочек да да вот этот вот нет меньше который прямой угол вот ведь не острый угол с прямого угла вот вот с прямого угла его вот так вот и вот так вот его раз и на конус эти он получается и вот этот кончик всегда вот опять уголочек остается здесь и мы его туда раз и прячем этой палочкой и прижимаем и снова вот и так вот по порядочку идем чтобы каждый этот видите он с этой стороны и с той стороны а потом раз и стараемся вот так вот закрутить его вот и видите он как уже сам просится туда мы его раз и прячем видите она получается ровненько и и опять с этой стороны хоть с той стороны ну кому как удобнее вот их должно быть этих восемь уголочков или как их конус как звездочка восьмиконечная по два в сторону смотрит два в одно два в другую по два четыре стороны по два видите он как получается получается вот такая вот звездочка восьмиконечная видите этот кончик раз его туда туда и он получается вот и радуешься каждой звездочки а потом берешь вот видите вот этот кончик он двойной он удобнее делается а этот вот видите он более такой зато шарик из него будет легкий легкий вот там есть которые шарики вот показывали вот видите он тоже приходится маленько подравнивать рукой помогать вот это похоже уже они прячется те это видели как легко раз и это уже приходится маленького вот эти уже три сделано вот опять берем и опять вот так крутим крутим как можно острее чтобы эти ведь не видно из-за них когда они а в конфетном магазине на что в первую очередь в первом к витрине подхожу и начинаю рассматривать фантики по цветам по размерам конфеты и продавец заинтересуется спрашивает что-то вам подсказать я уже да нет я сейчас сама познакомлюсь какие фантики мне больше понравится те и и те и буду брать и продавец тоже начинают чуть ли не разворачивать передо мной фантики показывать что вот эти вот эти вот видите вот так вот ну тут пропустила один ну бывает что развернется потом подправим ну конечно это хлопотно но чем как говорится сидишь увлекаешься обо всем забываешь обо всех своих проблемах только и думаешь как бы вот эту звездочку сделать как бы эту и как бы они ровно получились 40 штук ну когда уже удобные такие вот фантики наготовлены только сидишь и телевизор можно смотреть и уже уже у нас опять готовый крутим опять 8 кончиках звездочка вот вот такие вот получились у нас вот такие звездочки давай переходим а сейчас что дальше 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 вообще мне никто ничего не показывал я решила сказали только что надо очень использовать обычные ластики ты вот здесь вот показывай где я беру я нитки делаю в иголку на кончике значит делаю узелочек узелочек и вот такие вот ластички из пола обычные ластики в магазине покупаю разрезаю по кусочкам их и делаю и вот так вот значит начинаю девать вот так вот в серединку нанизывать на эту ниточку вот так вот один за другим один за другим вот это уже тут видно серединка потому что мы же когда слаживали эти я по счету обычно их считаю 40 штук заранее иначе здесь уже их трудно будет сосчитать поэтому я их сразу 40 штучек ложу и уже если они разные цветов я их чередую пять допустим таких делал опять и и других все ты не будешь вот так вот значит мы сделываем идет процесс дочь у меня привередливая обычно требуют такие фантики к ей нравится или яркие или золотистые так вот по заказу ей вот это делаю яркий шарик он розовый с золотом дело продвигается конечный результат скоро будет виден то есть готовый шарик скоро мы так надо чтобы они что еще из них делают ну из них еще делают эти елки вот эта женщина которую я ходила она сказала что она делала елки дерево это значит надо сначала покрупнее потом наверное помельче но я сама не знаю это и потом по каркасу возможно вот так вот наверное делается я сама не вижу если я вот посмотрю схожу я обязательно потом научимся покажем к новому году как раз и вот видели вот это я беру подожди снова этот ластичек который я говорила вторую половинку с другой стороны ага и уже туго туго стягиваю на этой нитке и вот так вот видите он едет 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 и вот так вот он получился вот так шарик я подержу немного вот сюда подержу чтобы он сгруппировался потом отпускаю и немножечко раз пробивается и получается вот такой шарик спасибо вам за мастер-класс Лидия Павловна пожалуйста обращайтесь если еще что-то вас будет интересовать всем спасибо за внимание и до новых встреч